Я научила женщин говорить, но, боже, как их замолчать заставить, писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня, и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания MagicScope каждую пятницу с 16 до 18 часов. Работает? Нет, я имею в виду. А сейчас я хочу вам представить свою гостью, очень талантливую. Эльзу Снегиреву. Я даже не могу рассказать вам, какой это бизнес, но это то, что делается руками. Эльза, давай расскажи мне сама про свою компанию, про то, что вы там творите. Я даже, если честно, не знаю, как правильно называется это рукоделие. Не сильно, Эльзочка, расскажи. Вообще мы разными рукоделиями занимаемся. Кроме того, что в нашей мастерской мы шьем на заказ, также мы валяем, вяжем. Кроме этого у нас есть изделия в технике скраббукинг, декупаж. Вязание крючково – это и вещи, и кофты, и юбочки, и шапочки, и игрушки, море игрушек. Шитые игрушки, то есть это клутильды, большеножки, то есть вот все, что сейчас нас окружает. На ярмарках мы практически все делаем. Так это, Эльза, получается, у вас большой клуб по интересам, мастер-классы, туда можно прийти учиться. Да, мы проводим мастер-классы, также курсы, то есть это долгосрочные. Например, вязание крючком, заодно занятие не научиться. Максимум, что можно научиться, это держать крючок и сделать какие-то несколько петель, так сказать. Вот, а разным техникам мы как раз на долгосрочных курсах и обучаем. Скажи тогда, пожалуйста, сразу, как найти тебя в социальных сетях, где вы базируетесь, где люди должны знать, что там есть такой замечательный кружок, я бы сказала. Мастерская радости. Мастерская радости она называется, да. Наша мастерская радости находится в городе Перми на шоссе космонавтов 252, офис 122. Это остановка верхней мулы. Ну вот, там мы и находимся. Там же мы проводим и мастер-классы. Там же мы и шьем, и вяжем, и валяем. То есть валяем мы и тапочки, варежки, шляпки, верхнюю одежду. То есть все, все, что желает клиент. У нас есть такие заказы, например, не так давно мужчина пришел и заказал чехлы для зажигалок. Да ты что, чехол для зажигалки? Да, он не мог найти в интернете. У него такая необычная зажигалка. Вот мы придумали. То есть сперва мы придумали. Потом думали вообще, из чего ее сделать. Сделали. Из чего мы придумали? Из кожи мы ее сделали, из натуральной. Да, была вообще красота. Он был очень доволен. Причем заказал он их сразу две. Я говорю, вы еще кому-то подарите. Нет, он сказал, мне нужно две, чтобы двое штанов сразу, чтобы не перецеплять это все. Она цеплялась прямо на ремень. То есть он такой активный образ жизни ведет. Но она ему не для курения, а именно где-то в походах, охотник, рыбак. Вот такой вот. Интересное направление, действительно. Чехол для зажигалки. Здесь недавно был заказ у меня. Нужно было сделать интерьерную куклу, но не вот маленькую такую, которую на полочку положить, а на стену в кафе. Вот пришлось вот такую вот огромную женщину. Женщина? Женщина, да. Одетая? Пышная, с ухватом. На полочке у них там стоять будут горшочки. Вот такая вот интересная женщина. Прикольно. Ой, у нас вопрос есть, Леночка. Задавай. Можно дорваться в ваш разговор? Алина, а насколько вот на сегодняшний день вот хендмей востребован? Просто я сама вот услышала, что вы тоже занимаетесь скрабукингом. Я чистый любитель и тоже вот делаю нынче всем шоколадницей скрабукинговой техники. Насколько это вот востребовано? Насколько удается, ну скажем так, заработать? Вот меня этот вопрос интересует. Ну вот такие техники, я не скажу, что очень много заработаешь, это как дополнительный доход. Чаще всего пользуются сейчас популярностью обложки для паспортов. Обложки для паспортов, коробочки для мам, то есть где они хранят первый зубик, локон первый у ребенка, то есть там бирочка, еще что-то, пинеточки, вот такие шкатулочки, как мы еще их называем. Часто заказывают, допустим, для подарка. Вот идут на свадьбу, сейчас, как правило, принято дарить деньги на свадьбу, но их вот не подаришь. Да, конвертики такие интересные, да? Приходится вот придумывать какие-нибудь, ну не конверты, а в коробочке. А, даже коробка, да, такая? Да, она паспорта сразу в четыре стороны. А вы-то как вот оказались в такой мастерской, то есть это вот как-то зов души? Да, причем зов души, я бы сказала, с рождения, потому что у нас вообще вся семья такая творческая, причем работали всю жизнь мама с папой как раз вот не в творческих профессиях, сама я, допустим, закончила наш педуниверситет, факультет биологии и химии, поработала в школе, поняла, что учителей у нас не очень любят государство, поэтому приходилось дополнительно... Пришлось податься в творческое, да? Да, приходилось дополнительно как-то вот... Ну, выживать. Выживать, да, вот учителям как раз вот их приходилось выживать. А вот когда, то есть вы немножко совмещали, совмещали это все дело, а потом ушли? И причем ушла я совсем буквально недавно, я только-только открыла свое ателье, нам вот буквально будет, можно сказать, три месяца, но уже сейчас есть постоянный клиент, у нас, допустим, есть клиентка, у нее не совсем стандартная фигура, сложная, ей очень тяжело подобрать вещи в магазине. Когда мы только открылись, и все вещи, которые у нее есть дома, мне кажется, она вообще весь гардероб нам принесла, мы его переделали именно под ее фигуру. После этого вот она заказала у нас кучу вещей уже, два жакета, две блузки, юбки, костюм. То есть вы еще и шьете, да? Шьем, да. То есть у нас вот сейчас в основном пошив. Ну, то есть смотрите, узконаправленный все равно, ну как бы не спасает. То есть нужно как можно больше, да? Да, да, да. То есть поэтому у нас очень-очень большой спектр услуг. То есть вот, допустим, одно время, вообще вот в Аляне я начала заниматься не так давно. У меня у мамы случилась печальная история, она стала инвалидом, всю жизнь проработала ветеринаром и зоотехником в колхозе и в лабораториях. И когда я ее парализовала частично, ей пришлось выйти на биржу, потому что она не была пенсионером. И там она обучилась вот курсом шитья, курсу валяния, гончарное производство, пчеловод. Гончарное производство, да, гончарное, супер. Ну вот у нас в Куиде есть такая вот школа искусств, где вот обучают не только детей. А вы из Куиды? Да, да. Как интересно. Я там прожила до 2000 года, потом приехала сюда обучаться, учиться в университете, ну и осталась здесь, потому что там работы не было на тот момент. Ну я рада, что я осталась здесь. Конечно, я очень скучаю по своей деревне. А именно почему, когда говорят, я скучаю по деревне, я немножко не понимаю. По чем конкретно вы скучаете? Леночка не понимает, по деревне не скучает. А что там в деревне? Ну сколько вот в Куиде, сколько домов? Ну очень большое село. Там есть поселок, есть деревня. Ну хорошо, большое село, и что там? Там ничего. Вот. Ни производства, ничего. То есть на лыжах покататься, в баню сходить. На лыжах покататься, в баню сходить. Вот. Поэтому скучать, а согласно, можно, да. Вот, поэтому из города я переехала вблизи, вблизи теперь живу в Пермском районе. Недалеко от Култаева у меня свой теперь огород, своя баня. Переехали всего три года назад. Как хорошо. Да, так что приезжайте в гости. Обязательно, я обожаю. Все, девчонки напросились на баню. Да, да. Куда мы только сидели, напросились. Да, гончарное производство, супер. Вот, и после того, как мама попробовала, ее это просто вот затянуло, я бы сказала. Она наваляла кучу варежек, кучу тапочек, и не знала, что с этим делать. Ну просто не знала. На тот момент я была в декретном. Я говорю, мам, давай я на ярмарку схожу и попробую продать там. Первый раз я пришла на ярмарку, у меня был просто один чемодан. Чемодан был папин, с которым он пришел из армии. Он для него был очень дорог. Я у него просто вот со слезами его выпросила. Я его украсила в технике декупаж. Он был такой прям красивый-красивый стал. Вот. Папа, когда это увидел, сказал, ну ладно, не зря отдал. Ты его продала? Нет, он для меня это дорог. Он сказал, что не дай бог ты его продашь. Это вот память для него очень-очень такая. А на ярмарку для чего ходят? Чтобы показать? Показать, да. То есть для клиентов. Не, ну варежки продали. Он был... Не просто ведь варежки на стиле разложишь. Для того, чтобы привлечь клиента, надо как-то преподнести. Интересно. В чемодане. Да, то есть я его так поставила, повешала на стеночку и там лежали. К сожалению, первый раз, когда я пришла, у меня ни одной пары варежек не продалось. Но я выиграла, там как раз был юбилейный выпуск ярмарки. И нужно было прийти в костюм. Это была новогодняя ярмарка. Как раз наступал год овечки. Мы с мамой сваляли такую шапку в де овечки. Такая у меня была овечечка. Я нарисовала себе мордочку. И получила первое место в костюм. Костюм занял первое место. Юлечка, вот не пропадем мы, ей-богу. Как-нибудь шапку с редькой и все. Я бы не додумалась. Слушайте, ну да, нормально. Да, и у меня была жилетка еще валяная. То есть все такое, все валяное. Первое место был подарок. Следующая ярмарка бесплатно. Вот на следующей ярмарке я оторвалась. Поняла, что варежки это узко. Да, не всем это надо. И тогда я подключила свекровь подругу. То есть мы нашили игрушек, навязали. Варежки были, тапочки, шарфики. То есть уже товар расширился. Можно было полностью одеться. От тапочек, шапочки, шарфики. И вот тогда я уже заработала и закрыла аренду с первой ярмарки, так сказать. И поэтому у меня блог есть, где название «Бизнес с чемоданом». Это твой блог, да? Да. Я его читаю. Убизнес с чемоданом. Вот. После этого также ходила на ярмарки, реализовывала свой товар. Но в основном на ярмарках, вот я скажу для, как раз вот для рукодельниц, для девочек, но вот сейчас уже насыщен рынок этим. Очень много ярмарок. Много, да, предложения? Практически в каждом торговом центре у нас проводится. Я хожу туда для того, чтобы найти клиентов. Ходила, вернее. Теперь уже есть своя мастерская, поэтому уже в этом не нуждаюсь. Там находились клиенты уже на большие заказы. Допустим, комплект шапка, варежки, тапочки и шарфик. То есть полностью комплект в одной композиции. Это уже приносило доход. Просто постоять один день было невыгодно. То есть там закрываешь ряду, немножко можно заработать. То есть все равно какую-то задачу решать эти ярмарки. То есть именно вы сапогу начали. То есть если идете на ярмарку, нужно запастись листовочками, визиточками. Но у меня просто товар, он не копеечный. Допустим, варежки у меня стоят от 700 рублей. Да. От 700 рублей. Друбо говоря. Поэтому не каждый готов пройти мимо и потратить такую сумму. Поэтому... Ну, я думаю, что здесь меня все поддержат, потому что это все-таки ручная работа. Да, да. У нас, скажите, вот в Перми ценится ручная работа, я вот все время думаю? Или люди все-таки говорят, ой, дорого. Ну, когда говорим дорого, ну, идите на китайский рынок. И такие люди, которые говорят дорого, есть люди, которые ценят. Ценят, да? Все-таки у меня сейчас клиенты есть и ценят этот ручный труд и приходят за таким товаром. Яночка, ну, представь такие варежки, да? Мне кажется, они должны быть вечные. Что с ними может случиться? Они не то что вечные, они теплые. Вот в валенках это же тепло. И не промокают. А тут варежки. И не промокают. Нет, вообще валенки промокают, но свойство шерсти впитывает в 30 раз больше своего веса. Даже если они промокнут, ты не будешь себя чувствовать холодно, да? Прикольно. Даже если босиком в валенках. Вы и валенки делаете? И валенки делаем. Супер. И шляпки делаем. Я вообще поняла, что для любого клиента вы найдете вариант и исполните его заказ. Да, да. Любой ценой. Любой. Что бы она ни хотела. Да, но я сотрудничаю с многими мастерами, то есть мы познакомились с девочками на ярмарках. И если это я не умею, то я найду мастер, который это сделает. То есть в нашей мастерской радости каждый получит радость. Это была Эльза и мастерская радости. Ищите ее в социальных сетях. Снегирева Эльза. Снегирева Эльза. Я научила женщин говорить, но, боже, как их замолчать заставить, писала Анна Ахматова. А я, продюсер и ведущая большого женского лайф-ток-шоу «Пуртова Елена», приглашаю женщин любого возраста стать соведущей эфирного дня со своей темой и гостем. Также вы можете выступить спонсором дня и ваша рекламная информация прозвучит перед каждым гостевым сегментом или представить свои платные услуги в партнерском гостевом сегменте. До встречи в прямом эфире на канале интернет-вещания MagicScope каждую пятницу с 16 до 18 часов.